Добрый день, дамы и господа. У нас сегодня 23-й, у многих уже 24 января 2024 года. У микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. У меня, к сожалению, не очень хорошие новости для Украины. У Пентагона кончились выделенные на Украину средства. Пентагон сообщил, что не может более обеспечивать украинскую армию ракетами, снарядами, пулями, необходимыми Украине для защиты от России. Впервые за историю этой двухлетней войны США пришло навстречу 50 стран, которые договорились помогать Украине. США пришло, не имея возможности унести свою лепту. Белый дом надеет, что другие страны смогут поддержать, продержать Украину, пока США решает свои внутренние проблемы, вопросы с выделением средств на нужной американской границе, через которую миллионами идут нелегальные мигранты. А едущие, кстати, со всего мира, включая Ближний Восток, Африку, Восточную Европу и тому подобное. А Конгресс США не готов выделять средства на чужие границы, пока они не решат проблему со своими границами. Замминистр обороны США сообщил собравшимся военным из 50 стран, что по отчетам с фронта, с украинского фронта, боевые подразделения более не имеют запаса амуниции, необходимой для отражения наступления сопротивника. НАТО выделило сейчас 1,2 миллиарда долларов для закупки снарядов и пуль. Зная ситуацию, Россия обстреливает Киев и Харьков баллистическими ракетами, самонаводящимися ракетами, стреляя по гражданским объектам, включая жилые дома, школы и больницы. Интересно, что когда израильтяне, стреляя по военным объектам, попадают по гражданским, это вызывает невероятное сопротивление во всем мире. В то время, как это делает Россия, почему-то как бы ни у кого особенно не вызывает это никаких эмоций. На данный момент НАТО тренирует 118 тысяч украинских военнослужащих на 30 военных базах, разбросанных по миру. Как вы, наверное, знаете, 29 ноября Зеленский предложил план мирного регулирования, урегулирование из 10 пунктов, включая полное освобождение всех украинских земель, уход россиян с территории Украины, освобождение всех захваченных и украденных детей, военных и гражданских, ну и, соответственно, трибунал над россиянами, которые совершали военные преступления в Украине. А 18 января, вот совсем недавно, Лавров в ответ на вопрос корреспондента, что происходит с этим планом, сказал, что план абсурдный, заявил, что переговоры Россия намерена вести с НАТО, а только если как бы России принесут серьезный проект соглашения о полном уходе НАТО из Украины и других стран, граничащих с Россией. Решения принимаются, сказал, не в Киеве, так о чем нам говорить вообще с Зеленским. Тем временем Турция согласилась принять Швецию, а ранее Финляндию в НАТО, так что НАТО стало ближе к результате войны с Украиной, а не дальше. Ближе, я имею в виду, к Петербургу, к Москве, ко всяким центрам, там, где российские заводы, технологии и т.д. и т.п. Вот, если в США долго не будет решена эта проблема с финансированием собственных границ, то Украина не будет получать новое вооружение, ну, только по тем контрактам, которые ранее были заключены и уже оплачены. Но при этом не очень многие страны хотят или могут давать. Европа устала от войны, там постоянно раздаются голоса, что они не понимают, почему они должны ее оплачивать. Считают, что Украина должна согласиться на раздел страны или на другие какие-то требования России, лишь бы не происходило массовое убийство, так сказать, все новых и новых военнослужащих и гражданских лиц. Европейцы говорят, что если Украина не может сама защищаться, она должна пытаться договориться, уступить более сильной стороне. Мнение европейцев за два года сильно изменилось, и это, естественно, влияет на решение их правительства. Украине повезло, что в Польше сменилось правительство, и новый премьер Доналд Таск, не путать с Доналдом Трампом, сказал, что его страна будет помогать Украине выстоять. Это хорошая новость для Украины. Польша предложила Украине совместное производство вооружения, и, как они сказали, это повысит уровень боеспособности всей Восточной Европы. Но они сейчас начнут, когда они начнут это производить. Чем дольше длится эта война, тем более сложным для Украины будет получать помощь от других стран. Это, к сожалению, правда. И Киев обязан думать о своих будущих шагах, понимая эту правду. Население убывает, помощь оскудевает, и третий год войны может лечь тяжелейшим временем на население страны. Я искренне желаю Украине выдержать все испытания и найти наилучший выход из тяжелого положения. Успехов и удачи вам, те, кто пошел на фронт защищать свою Родину. Мы с вами, мы молимся о вас, думаем о вас и пытаемся чем можем помогать. До свидания.